Между тем, о фарм-промышленности в мире мы говорим сейчас. В Германии страна мировой лидер по экспорту медикаментов и намерены защитить свой внутренний рынок от лекарств, произведенных в Китае и Индии. Жанна Хусаинова об этом подробнее. Германия не только крупнейший в мире производитель автомобилей, но и лидер в экспорте лекарств. Страна продает за рубеж продукцию примерно на 130 миллиардов долларов в год и обеспечивает 15% мировой поставки медикаментов. Несмотря на это, больше 40% жителей ФРГ лично сталкиваются с перебоями в снабжении препаратами. Во время пандемии выяснилось, что Германия попала в сильную зависимость от Китая и Индии. В случае нарушения цепочек поставок страна может внезапно оказаться без сравнительно простых, но широко распространенных лекарств, а также без сырья для своей собственной фармацевтической промышленности. Ключевые ингредиенты для лекарств зачастую импортируются из стран Азии. Быстрый рост цен на активные ингредиенты и производственные расходы при замороженных ценах делает производство даже таких простых лекарств, как сиропы с парацетамолом, убыточным бизнесом. Ни одна компания не сможет выдержать такое в долгосрочной перспективе. Тем временем в Африке другая проблема. Исследователи из Университета Бахардар в Эфиопии выяснили, что пятая часть лекарств на материке поддельная или некачественная. По оценкам ООН, в регионе к югу от Сахары из-за препаратов ненадлежащего качества ежегодно умирают 500 тысяч человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, антибиотики и противомалярийные препараты – наиболее фальсифицированные лекарства в Африке. Они могут содержать неправильные дозировки или активные ингредиенты, что приводит к неэффективному лечению и появлению устойчивых штаммов. Клаудия Мартинес, руководитель отдела исследований в Фонде доступа к медицине, назвала это открытие серьезной проблемой общественного здравоохранения. Цепочки поставок фармацевтической продукции во многих странах с низким и средним уровнем дохода часто сложны, неэффективны и фрагментированы. Регион сильно зависит от поставок основных лекарств. И многие страны сталкиваются с проблемами в своевременной закупке лекарств и эффективном контроле их качества на рынке. Индия, которую также называют аптекой мира, является крупнейшим производителем вакцин. На ее долю приходится 60% мировых поставок сывороток. Фармпромышленность страны бурно развивается с 1970 года. Тогда власти разрешили разрабатывать доступные версии запатентованных лекарств. Таким образом, страна постепенно выходила на мировой рынок в качестве поставщика дженериков, то есть копий оригинальных лекарственных средств. На сегодня город Хайдарабад считается фармацевтическим центром страны. На него приходится 40% всего индийского производства лекарственных препаратов и 50% экспорта лекарств.